За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 635 новых случаев инфицирования COVID-19. Вылечились 503 человека, скончались 12. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба при габинете министров страны. В мире на первом месте по числу заразившихся остаются США, где тест на COVID-19 оказался положительным у 10 миллионов человек. В стране уже третий день подряд фиксируется более 125 тысяч случаев за сутки. Новый избранный президент Джо Байден сформировал консультационную группу, в которую входят 13 ученых. Он призвал американцев носить маски, чтобы защитить себя и окружающих от заражения. Число европейских стран, где действует карантин, присоединилось и в Венгрии. Частичный локдаун здесь начался сегодня и продлится как минимум один месяц. Предусмотрено закрытие кафе и ресторанов, ограничение на сбор большого количества людей и продление комендантского часа. Компания BioNTech и Pfizer заявили об эффективности совместной разработанной вакцины в 90% случаев по предварительным результатам исследований. Компании также заявили, что пока не обнаружили существенных замечаний к безопасности препарата. Им уже заинтересовался Европейский союз. Президент Еврокомиссии Русула фон дер Ляйн в своем твиттере заявила о намерении закупить 300 миллионов доз вакцины. Тем временем, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире уже достигло 51 миллиона, скончались 1 миллион 200 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19.